Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева-Черкесия. Автопарк Карачаева-Черкесии пополнился новыми современными автобусами. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснулин сообщил о том, что были одобрены заявки 45 регионов на обновление автобусных парков. Поддержана заявка и Карачаева-Черкесии. В прошлом году для Черкеска были приобретены 20 автобусов марки ПАЗ-Вектор, в текущем еще 6. Но, как отметил в своем послании глава республики, потребность в обновлении остается. Работа в этом направлении продолжается. Соответствующие поручения были даны правительству Карачаева-Черкесии. Большая часть новых автобусов поступит в сельские и населенные пункты. Знаменитый альпинист Николай Дмитриевич Черный, обладатель титула «Снежный барс», руководителя российской гималайской экспедиции в 2001 году, который взошел на последний непокоренный восьмитысячник планеты вершину Лхотзе, среднюю, а еще он главный тренер сборной России по альпинизму, совершивший в 2007 году восхождение на Ка-2 по ранее непревзойденной западной стене, самому сложному маршруту на вторую по высоте вершину мира. А свой путь в альпинизме Николай Черный начал в Донбайе. Смотрите эксклюзивное интервью уникального человека и легендарного альпиниста. Ну, во-первых, хочется вас поздравить со столетием альпинизма. Очень рады вас видеть в Донбайе. Расскажите нам, пожалуйста, первый раз в Донбайе вы когда были? Первый раз в 1957 году. Вот на этом месте были покоши, сено косили. Была только белолакая такой, вы, может, видели, шикарный деревянный дом, но он, к сожалению, сгорел. А вот этого ничего не было, были покоши, стояли стога. Все было хорошо. Расскажите, пожалуйста, вот альпинизм, когда он вас увлек, и что для вас значит альпинизм? Ну, вот как раз в 1957 году я закончил первый курс Московского энергетического института. И однокашник говорит, слушай, путевки есть туристические. Теперь до Донбай, 7 рублей стоимость путевки. Билет стоил 20 рублей. И мы поехали. Мы, собственно, никаким альпинизмом не занимались, но обычная туристическая группа. Мальчики, девочки, все замечательно, природа, горы. И мне это очень понравилось. И по осени я записался в альпсекцию, мы такая была. Она и сейчас есть. И вот с тех пор, значит, так к этим горам и прилет. Николай Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, вот первый раз в Донбайе восхождение на какие вершины совершали? Ну, я здесь вырос до первого разряда, поэтому я тут практически все прошел. Малый Донбай, вон, по четверке, по двойке. Главный Донбай, южный Донбай, южный Птиш, главный Птиш, Пик и Невод, видно. Вот там узловой Аманауш. Ну, Семенова и Сулахат по несколько раз. Я тут потом уже инструктором работал в Олибеке. Все было в Олибеке. Сейчас, к сожалению, там лагеря нет, но место прекрасное. Главное, оно немножко в стороне, там так потише. Нет такого наплыва. Николай Дмитриевич, а скажите, вот вершина какая ваша здесь любимая, если можно так выделить? Ну, самая-то красивая Пик и Невод, вот она. Ну, она не сложная, это двойка. А так вот Траверс Донбай, это вот первая пятерка, которую я тут прошел. Ну, это категория сложности, вы понимаете. Там вторая, третья, пятая, четвертая. Донбай привлекательнее чем для альпинистов, скажите? Прекрасной природой. Город тут не самый сложный, но природа, дух замечательный. А расскажите нам, пожалуйста, Николай Дмитриевич, вот какие вершины вы покоряли вообще? Ну, это много, но, значит, грубо говоря так, если семь восхождений на восьмитысячник, дважды на верешке, и где-то тридцать на семитысячник восхождений. Много чего ходил. Ну, я, значит, вот кончил институт, 17 лет отработал инженером, потом был замдиректором международных лагерей на Памире в основном. Ну, и там, ну, пик коммунизма, я ходил восемь раз. Это работа. Альпинизм – это состояние души, что для вас альпинизм? Да все вместе. Состояние души и работа потом стало. Образ жизни, я бы так сказал. Николай Дмитриевич, вы поднимаетесь на вершину, ощущения какие переполняют человека? Ой, это сложный вопрос, и на него нет ответа, значит. Смотря какая вершина, и что ты делаешь. Если я захожу на сафружу с отделением новичков, это работа. Я пришел, пересчитал, все здоровы, никто не кашляет. Когда сами для души? А когда сам для души, ну, самые разные, значит. Есть вершины, на которые, вот на Эверест я зашел с четвертого раза. Вот тут уже чувство достигнутой цели, несомненно. Не везло просто. Я просто пытаюсь понять, вот почему так затягивает альпинистов, и они… Наркомания. Наркомания. Спасибо вам большое, Николай Дмитриевич. К сожалению, пошел дождь, и придется прервать наши интервью. Больше в горах. Мы очень рады вас видеть в Донбайе. Спасибо на добрые условия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов» прошел на ВДНХ и собрал более 180 тысяч жителей и гостей столицы. Основной целью фестиваля является знакомство с традициями, культурой народов России и государств СНГ. Подробнее Дарья Тензи. В рамках деловой программы фестиваля состоялась стратегическая сессия «Культурный код дружбы народов», посвященная взаимодействию в области туризма и перспективам совместного экономического развития стран СНГ и регионов России. Постоянное правительство совместно с Министерством туризма Карачаева Черкесии презентовали участникам мероприятия «Туристский рекреационный потенциал курортов», которые динамично развиваясь, ежегодно привлекают в регион большое количество туристов. Рассказали о многообразии возможностей в сфере отдыха и туризма, которые сегодня предоставляет Карачаева Черкесия. В прошлом году к нам в фестиваль была приглашена Карачаева Черкесия в год своего столетия. И, конечно же, мы подружились. И, конечно же, в прошлом году формат участия был выступление на деловой сессии и участие в концерте. А сегодня мы уже устраиваем свою фотовыставку, уже участвуем в фестивале моды, уже представлено в концерте гораздо более широко. Также в рамках фестиваля «Дружба народов» был представлен модный показ известных и аутентичных дизайнеров России и стран СНГ. Каждый посетитель фестиваля смог отправиться в путешествие от истоков этнической моды до современной, познакомиться с традициями разных народов. В модной народной ярмарке участвовало более 70 талантливых дизайнеров. Карачаево-Черкесскую республику представила на показе дизайнер-модельер Зарема Аджиева с коллекцией национальных свадебных нарядов. Зрителям все очень понравилось, все были в восторге, рукоплескали, скажем так. Очень теплая встреча. Хочу выразить огромную благодарность постпредствия Карачаево-Черкесии в Москве за организацию, за то, что я вообще здесь нахожусь. Уникальная возможность совершить за несколько дней головокружительное путешествие, не выезжая за пределы города, получить массу впечатлений и эмоций – это дорогого стоит. Уважение чужих традиций и менталитета – секрет настоящей дружбы народов. Наша республика принимает участие в фестивале каждый год, оставляя массу приятных воспоминаний гостям и жителям Москвы. Дарья Тендит, Вести Карачаева-Черкесия. Его кисти принадлежат портреты королей и президентов, артистов и олигархов. На своих полотнах он отображает реалии жизни. В картинной галерею Черкеска работает персональная выставка народного художника России Никаса Сафронова. О лете впечатлений расскажет Светлана Шаганова. Перед зрителем предстает разнообразный, красочный и уникальный мир гениального художника. Здесь произведения различных жанров, пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные и сюрреалистические композиции. Никаса Сафронова можно назвать самым известным российским живописцем нашего времени. Основная часть работ художника находится в частных коллекциях и музеях многих стран мира. Для нашего музея впервые, естественно, мы принимаем такого уровня мастера. Народный художник, профессор, академик Никас Сафронов. Его работы хранятся во многих частных коллекциях по всему миру. И в Эрмитаже, и в других больших музеях его работы представлены. И отчасти мы тоже горды тем, что смогли хотя бы на один месяц присоединиться к этой плеяде музеев и представить на суд наших любителей искусства его работы. На выставке представлено более 80 живописных и графических работ. Различные периоды творчества маэстро. Лето впечатлений говорит само за себя. У посетителей выставки есть прекрасная возможность попутешествовать, побывать в Венеции и тут же оказаться во Франции, Версале. Встретить рассвет у подножия Фудзиямы, окунуться в историю городов и старинных замков. Увидеть красоту северной столицы и, конечно, Москвы. Работы все разные и необычные. Мастер не проходит мимо известных мировых событий, порой шокирующих. К примеру, вот так художник запечатлел убийство Кеннеди. Никасу Сафронову присуща своя индивидуальная манера. Интересные работы, написанные в технике Dream Vision. Это собственное направление Сафронова. Тут вот и легкость, прозрачность в его работах. И через вот эти работы видно, что он сам по себе очень легкий, позитивный человек. И вот эта позитивность, она отражается в его работах. Вот это вот впечатляет. Баловинь судьбы, хотелось бы сказать, да, человек. И, естественно, вот эта вот экспозиция располагает к себе вот этим позитивом. Никас Сафронов предпочитает писать и портреты известных личностей. Политических деятелей, шоуменов, бизнесменов. И художник, как правило, дарил картины человеку, который ему позировал. Таким образом он популяризировал свое творчество. Можно только удивляться творческой фантазии Никаса Сафронова. Он везде разный и находит для каждого героя интересный подход. Знаменитые портреты котов Никаса Сафронова. Здесь не просто изображение животных. Они похожи на людей. У каждого свой характер, умело подчеркнутый мастером. Знаменитые картины из серии «Люди-животные». Здесь у художника восприятие человека сквозь призму кошки или собаки. И в каждой работе показан характер, темперамент, мировоззрение. Хотелось бы, чтобы школьники пришли, дети подрастающего поколения, чтобы в своих сочинениях, как я провел это лето, могли бы написать в том числе и посещение этой, на самом деле, очень интересной выставки. Ника Сафронов – один из самых известных художников современной России. И многие ценители высокого искусства называют его «Русский Дали». Как говорится, лучше один раз увидеть. Познакомиться с творчеством Ника Сафронова можно в картинной галереи «Черкеска» до конца июля. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!